ДТП 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 Группы по всей республике стараемся проводить вот такого рода профмероприятия. И на районном уровне у нас сотрудники пропаганда, госавтоинспекции работают. Ну и мы, соответственно, тоже стараемся в городе Черкесске, в близлежащих районах также пытаемся эту работу проводить. Такие мероприятия мы проводим в течение года, но в конце года, летом, у нас проходит практическое большое занятие, где у нас присутствуют гости, которые рассказывают о правилах дорожного движения. Они с удовольствием ждут уже детки, особенно старшие группы, помнят, потому что вот в этом году придут к нам дядя-милиционер, они вот даже вот так спрашивают, конечно же, они с удовольствием окружают их и с удовольствием впитывают в себя все, что им рассказывают. Закрепленные детям сегодня простые, но очень важные правила поведения на дороге, возможно, помогут уберечь жизнь. Аладинаева Мухаммеда Шибоков, Вести, Крачево, Черкесия. Команда старшеклассников из Черкеска обошла несколько сотен соперников и заняла третье место по СКФО. Команда «Диалог» в лице учеников 10-11 классов общеобразовательной школы номер 6 представляла нашу республику во Всероссийско-исторической интеллектуальной игре 14-18. Игра вошла в Книгу рекордов России по массовости и проводится в рамках подготовки к проведению международной акции «Диктант Победы». Руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев поздравил призеров и вручил им памятные сувениры. Игра очень понравилась, потому что, во-первых, нестандартный такой формат. В первый раз у меня, ну я раньше не встречал такое, дистанционная игра, в которой могут принять участие все ребята, ученики со всей страны. Очень много интересного о своей стране, о истории Великой Отечественной войны. Там были очень необычные вопросы и очень интересные ответы на них. Я запомнила почти каждый. Очень понравилось и я получила очень интересный опыт. Я благодарен вам, что вы действительно достойно представили нашу республику. Для нас большая честь сегодня вручить вам те награды, которые вы действительно заслужили. Последний месяц лета будет жарким и незабываемым для гостей и жителей Кисловодска. Продюсерский центр заслуженного артиста России Гии Эрадзе совместно с компанией «Росгосцирк» с 29 июля по 3 сентября представляет новое грандиозное шоу «Пять континентов». В преддверии значимого культурного события в жизни города-курорта в Манеже Кисловодского государственного цирка прошла традиционная пресс-конференция с участием ведущих СМИ Ставропольского края и регионов СКФО. Светлана Шаганова в закрытом пресс-показе легендарного циркового шоу «Пять континентов». Тонны масштабных декораций, более 100 артистов. Шоу «Пять континентов» в Кисловодском цирке. И у вас есть прекрасная возможность занять лучшие места. Два дня до яркой премьеры и все в предвкушении незабываемого зрелища, в котором представлены все цирковые жанры. Журналисты первыми увидели фрагменты шоу «Пять континентов». Это будет настоящая феерия на Манеже. Потрясающие номера, титулованные артисты, разнообразные животные, масштабные декорации, эксклюзивные костюмы, авторская музыка, увлекательное путешествие по континентам в компании артистов продюсерского центра «Королевский цирк» Гиерадзе и российской государственной цирковой компании. Подробнее о грандиозном шоу рассказали представителям СМИ на пресс-конференции. В этом коллективе очень много титулованных артистов компании «Москосырк». Здесь у нас много заслуженных артистов России. Это будут массовые номера, групповые номера, разношанровая программа. И, конечно, очень много животных. Все мои проекты – это не просто цирк, это синтез, сплетение жанров. Эстрады, театры, мюзиклы, цирка. И, безусловно, трюк, потому что основа цирка – это трюк. Слова восхищения в адрес обладателя высших наград, как российских, так и европейских, выразили гости пресс-конференции – первые лица города-курорта. Я люблю цирк. Я потрясена тем, что делают Ги и его артисты. И мы удивительны. Вы знаете, когда я читаю сверковое искусство злого сочетания, я сразу почему-то представляю Гиерас. И я не боюсь вам признаться, в своей любви, в своей любви к вам, к вашим всем, всем коллегам, к третьим замечательным постановкам. Гиерас – это так говорящий бренд, который означает роскошь и мастерство циркового искусства. Своё почтение выразила и президент культурного фонда «Кобзон» Нелли Кобзон. Она поделилась с тёплыми воспоминаниями о цирке. Мой муж, издаводчик «Кобзон», считал себя цирковым. Обожал выступать в цирке. И мне повезло, что мы дружны с Гиерасом, потому что я, когда прихожу на его спектакли, чувство гордости меня переполняет. Ну, нет такого цирка в мире по мне. Искушённый зритель всегда ждёт от программ Гиераса феерии, роскоши, всплеска эмоций. В рамках проекта «Росгосцирка» и нового шоу «Пять континентов» во второй раз по улицам Кисловодска пройдёт Кавалькада. Ожидается 100 тысяч зрителей. Это будет незабываемое зрелище. То, что вы делаете, это феноменально. То, как вы красиво это преподносите, это заслуживает всяческих похвал и, самое главное, гордости Кисловодска. С огромной радостью и воодушевлением журналисты пообщались с художественным руководителем продюсерского центра «Королевский цирк», автором идеи и создателем шоу «Пять континентов» Гией Эрадзе. Увидеть роскошное шоу мирового масштаба, где на одном манеже цирка объединятся все части великих цивилизаций Вселенной, окунуться в необыкновенный красочный мир, который создаёт для зрителя король манежа Гией Эрадзе, можно уже 29 июля. Добавьте в свою жизнь ярких красок, улыбок и впечатлений. В большой прокат выходит фильм «За Палыча» при участии телеканала «Россия». Трогательный, смешной и очень честный фильм о вечных ценностях и связи между поколениями. Комедия «За Палыча» — это история о том, как важна семья. Главный герой — детский мажор, уверенный в полной безнаказанности. Он попадает в армию, откуда возвращается совсем другим человеком, к деду, у которого собираются отобрать дом. Сможет ли внук вступиться за Палыча, можно узнать из фильма. «За Палыча» уже во всех кинотеатрах страны. Далее смотрите программу «Вести. Дежурная часть. Обзор за месяц». Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии установили личность курьера мошенников, работавшего по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». В дежурную часть отдела МВД России по городу Черкесску обратилась 86-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная, представилась ее дочерью, сказала, что попала в аварию и теперь за совершенное ДТП ей грозит срок 3 года лишения свободы. Чтобы избежать наказания, ей нужны деньги для компенсации вреда здоровью второму участнику происшествия. Далее трубку передали другой женщине, которая представилась следователе. Залмышленница сообщила испуганной женщине, что необходимо собрать все имеющиеся у нее денежные средства и передать курьеру. Пенсионерка назвала собеседницей свой домашний адрес и спустя некоторое время к подъезду ее дома подъехал мужчина, которому она отдала 70 800 рублей. Позднее потерпевшая связалась со своей дочерью, которая сообщила, что с ней все в порядке и она не звонила. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан курьер мошенников. Им оказался 30-летний житель Краснодара, который дал признательные показания. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. При подобных звонках первое, что очень необходимо вам сделать, это не поддаваться панике, у которой нарезают вам звонившие. Если вам вдруг поступил аналогичный звонок, предвидите данный разговор, перезвоните своему родственнику, установите все обстоятельства, действительно ли он попал в беду. Если вы не дозваниваете, телефон выключен, родственника, который вам представит, содержитесь с остальными членами семьи, чтобы также установить все обстоятельства, позвоните в больницу, уточните информацию о том, есть ли среди пациентов ваш родственник. Также содержитесь со своим участковым и передайте всю информацию, которую вам сообщил мошенник. Следственным отделом Следственного управления по Карачаевску по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. Данную информацию прокомментировали в Следственном управлении Карачаева Черкесии. Недавно мы узнаем, что мы, оказывается, передвигались на неисправных канатных дорогах в Донбайе. Целая система канатных дорог есть в Донбайе, в Архизе. Они принадлежат разным собственникам. Они несут ответственность, в том числе, за то, чтобы это было, чтобы это соответствовало законным каким-то требованиям, нормам и правилам. В рамках прокурорской проверки была изучена работа канатных дорог в Донбайе и установлено, что все мыслимые и немыслимые нормы безопасности там нарушены. То есть то, что там никто не погиб, ничего не оборвалось и никто не умер, это только благодаря тому, что вовремя это выявили. Поэтому сейчас эти дороги остановлены. Идет суд, который запретит их использование вообще навсегда. И у нас находится уголовное дело по 238, потому что эти люди умышленно на протяжении длительного времени подвергали опасности жизни многих людей. Но можно сказать, что не все дороги там, да? Нет, конечно. Есть современные, мощные, центральные дороги. Завершено расследование уголовного отдела по обвинению местной жительницы в лишении свободы своей несовершеннолетней дочери. Она обвиняется в совершении преступления, незаконное лишение свободы, совершенное в отношении несовершеннолетнего. И вот комментарий следственного управления. Согласно установленным в ходе следствия данным, 7 января текущего года злоумышленница в ходе конфликта со своей 15-летней дочерью из-за ее непослушного поведения и отсутствия дома в ночное время, руководствуясь ложно понятными методами воспитания подростка, прицепила ее за ногу металлической цепью к трубе отопительной системы, оставив в таком положении на сутки. На следующий день пострадавшей удалось втайне от матери направить телефонное сообщение на номер своей подруги, которая сообщила случившимся сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Госавтоинспекция Карачаева-Черкесии продолжает работу по предупреждению смертности на дорогах к снижению количества аварий на опасных участках. За полгода текущего года автоинспекторы пресекли более 211 тысяч правонарушений в области дорожного движения. Проводилось большое количество рейдовых мероприятий и профилактических выступлений по пропаганде безопасности дорожного движения. Только в средствах массовой информации размещено около 2,5 тысяч материалов. Благодаря данной работе удалось улучшить обстановку на республиканских дорогах. Если сравнивать статистические данные, за 6 месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого число дорожно-транспортных происшествий осталось на том же уровне. При этом удалось добиться снижения числа погибших более чем на четверть раненых на 3,3%. Соответственно, снизилась и тяжесть последствий автоаварий. На территории Карачаева-Черкесской республики за первое полугодие 2023 года зарегистрировано 1650 дорожно-транспортных происшествий, в которых 32 человека погибли, 240 получили ранения различной степени тяжести. Основными видами ДТП появились столкновения, как правило, 1160 из них – это вид столкновения. Также для нашей республики, к сожалению, довольно актуальный вид ДТП – это наезд на животное. Как правило, это у нас хозяйственный скот, который где-то пасется вблизи автодорог. На автодорогах также наблюдаются и коровы, и лошади. Как правило, в этой ситуации у нас виноватыми оказываются владельцы всех хозяйственных животных, которые не осуществляют должного контроля за своим скотом, который они, естественно, должны осуществлять. Также у нас большое количество ДТП для нашей республики. Вообще это довольно-таки серьезная цифра. Именно наезд на пешехода, имеется в виду, именно в местах, где положено было переходить пешеходу, а водитель, в свою очередь, не уступил ему и нарушил тем самым ПДД. Таких у нас зарегистрировано ДТП за первые полгода 23-го года 54. Вот. И есть и раненые, к сожалению, также есть в том числе даже погибший ребенок несовершеннолетний. Вот. И касаемо, значит, именно непосредственно нарушений ПДД, которые способствовали совершению дорожных происшествий, ну, самое у нас такое, самые тяжелые последствия, как правило, мы знаем от ДТП, связанных непосредственно с нарушением, связанными именно с выездом на полосу, предназначенным для встречного движения. Вот. И в таких ДТП у нас, к сожалению, погибло в этом году уже 5 человек, 16 ранены. Вот. В том числе есть и... несовершеннолетние дети, которые получили ранения различной степени тяжести. Вот. Самое такое тяжелое, самое тяжелое последствие именно от выезда на полосу, предназначенного для встречного движения. Если бы брать по общему массиву, то больше всего ДТП у нас по причине нарушения правила расположения, то есть на проезжей части, вот, это уже, ну, получается, на втором месте. На первом месте нарушение правила проезда перекрестков, вот, и в которых наибольшее количество человек погибло. погибло 13 человек. Это очень внушительная такая цифра, неприятная. Вот. И, ну, что касается нашей работы в данном направлении, касаемо предотвращения ДТП на территории республики, непосредственно работаем именно по определенным, стараемся работать по определенным нарушениям, именно касаемо на участках, где уже у нас имеется вероятность того, что будет, может допускаться ДТП именно вот с выездом, скажем так, на полосу, встречное движение тоже, да, это вот, ну, работаем, именно отрабатываем, пытаемся отрабатывать именно вот эти участки, автодороги, которые наиболее уязвимы. Организатор подпольного казино подозревается в нарушении авторских прав. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесии выявили факт незаконного использования объектов авторского права в подпольном и горном заведении, расположенном в республиканской столице. По данным оперативников, 41-летний местный житель дважды приступил закон. В арендованном нежилом помещении организовал нелегальное проведение азартных игр. При этом использовал компьютерные программы, исключительные права на которые принадлежат одной из компаний. Общая сумма ущерба, причиненная правообладателю, составила более 2 миллионов рублей. По материалам, собранным сотрудниками полиции, возбуждены уголовные дела. По данным Росстата, одной из главных причин фактов случайной смертности среди населения нашей страны занимает непосредственно алкоголь. При этом ряд других видов происшествий также вызван воздействием этого типа депрессанта. Минздрав России уделяет данному вопросу большое внимание и организовал профилактическую неделю, направленную на предотвращение случайной смертности. В теме разбирался наш корреспондент Артур Мхце. Профилактические ролики наглядно демонстрируют, на какой вред для организма способен алкоголь. Впрочем, это лишь часть айсберга, с которым сталкивается корабль под названием «Жизнь человека». Дальше у нас уже идут различные травмы, ДТП, суициды, утопления и так далее. Но так или иначе, конечно, мы все понимаем, что первое место алкоголь занимает недаром, потому что все остальные, так скажем, статистические данные, они говорят о том, что все это тоже связано с потреблением алкоголя непосредственно. Для Карачаева-Черкесии, конечно, ситуация тоже достаточно серьезная обстоящая, как и во всех регионах нашей страны. То есть, в целом, мы с вами можем сказать, что у нас около 3000 людей, состоящих у нас на учете, так или иначе, учетность связана с употреблением алкоголя. Немало автомобилистов нашей республики предпочитают садиться за руль, приняв изрядную долю спиртного, то ли для храбрости, то ли из-за отсутствия мозговой активности и понимания возможных последствий. Некоторые из них потом пытаются умчать подальше от назойливых полицейских, а после задержания ищут оправдание в сиюминутном помешательстве. Экспертами доказано влияние алкоголя на неадекватное восприятие действительности, агрессивное поведение и желание навредить себе или окружающим. Понимая серьезность проблемы, Минздрав России объявил неделю с 10 по 16 июля профилактической, направленной на предотвращение случайной смертности. Увы, алкоголь, он так влияет на головной мозг, на центральную нервную систему, что даже одна выпитая рюмка, она стоит, собственно говоря, концентрации внимания, теряется острота зрения, восприятие цветов, чувства реальности в принципе нет, то есть мы уже не можем себя контролировать. Плюс, конечно, у нас еще то, что касается алкоголя, смертность от контрафактного алкоголя. Мы все знаем, что тоже была буквально недавно у нас довольно серьезная ситуация в нескольких регионах, когда люди отравились контрафактным алкоголем, в котором содержался непосредственно метиловый спирт. Каждый раз, приобретая алкоголь, человек так или иначе рискует. Причем высокая цена и наличие акцизных марок вовсе не гарантируют качество товара. А значит, велик риск угодить в лучшем случае на больничную койку, не говоря о более серьезных последствиях. А такие тоже имели место. Специалисты считают, что человек ищет в алкоголе способ расслабиться или возможность уйти от проблем. Однако это путь в никуда. А ведь подобному часто подвержены те, кто считается будущим нашей страны. Именно родители, именно семья больше всего оказывает воздействие на ребенка. И поэтому, конечно же, мы не будем убедительны, если мы будем употреблять алкогольную продукцию и рассказывать о том, что это вредно для своего ребенка. Поэтому в любом случае изначально нам нужно самим отказаться. Ну а для молодежи, конечно, самое главное – это искать другую альтернативу, искать какую-то замену, чем занять свое свободное время, как еще вообще расслабиться, кроме употребления алкоголя. Неудивительно, что именно употребление алкогольной продукции Росстат ставит на первое место в списке причин случайной смертности в нашей стране. И только осознав все риски и последствия, принимая меры профилактического характера, предлагая людям куда более полезные увлечения, появится возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Артур Махцера Сулбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Члены общественного совета и сотрудники управления наркоконтролем ВДП Карачаева Черкесской Республики проводят акцию по пропаганде нулевой толерантности к потреблению наркотиков. Наркоманы часто являются переносчиками гепатитов, а также страдают ВИЧ, СПИД-инфекциями. Часто погибают от передозов и умирают в раннем возрасте. Будь сильнее, откажись от наркотиков. Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Покарачаева-Черкесской Республики просит граждан, располагающих информацией в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщать по ниже указанным номерам телефонов доверия. Не оставайтесь в стороне. Ваша информация может спасти здоровье и жизни многих людей, а возможно и ваших низких. Это вся информация, о которой мы успеваем рассказать. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.